Друзья, Маша съездила уже на английский. Времени у нас полодиннадцатого. И вот мы кушаем. Такой прекрасный у нас ужин. Это, значит, картошечка с индейкой, с морковкой и салатик. Данька не будет пока? Не хочет. Всё, как английский, Машу? Хорошо. Прекрасно. В общем, Маша ездит, ей всё нравится, продолжает всё это делать. Эффективно, всё продуктивно. Ну, в общем, позанималась, надо и подкрепиться. Так, всё, мы будем кушать. Друзья, всем приятного аппетита, кто ест вместе с нами. Друзья, всем привет. У нас пятница, мы приехали на дачу. Сейчас покажу, что мы жарим. Покажи, Серёж. Жарим мясо. Это у нас курица. Это у нас ребрышки. И вот там ещё есть свининка. Но я позже потом надо, Серёж, положу. Вот так. Вот такая у нас красота сегодня будет. Я там ещё, значит, приготовила по-быстрому замороженное брокколи с цветной капустой. Ну вот и помидорчики, огурчики мы купили, когда ехали сюда. Зелень. Красота. Я вот после больницы, видите, на даче первый раз. В общем, что, снег подтаял. Подтаял чуть-чуть. Но всё равно ещё его много. Но зато уже дорожки почти вскрылись. Видите, как. Корочкой такой. Днём плюс восемь, плюс одиннадцать. Поэтому, конечно, снег должен таять. Посмотрим завтра днём, как будет на веранде, как будет на улице, сколько будет. Вот. Какая будет погода. Серёжа, видите, где чистил? Дорожка тут есть, но он чистил более широко. Вот с этой стороны не растаял, потому что снег, видите, мешает таять. Ну вот так по дорожке идти можно. Вот он бы срастаял скорее. И всё. Там, где земля, уже, видите, снег растаял. Ну солнце, потому что у нас вот с той стороны как раз светит. И сюда попадает. А здесь тень от этого снега хуже-то это. В общем, ждём, когда весь снег растает. Хочется весны. Но уже погода, конечно, совсем другая. Сегодня ехали, солнышко такое. Плюс десять на улице. Данька отучился. И поехали. Рич, на рич. Ну вот, до свининки дошло дело. Свининка. Уже часть сняли. Свининки два у нас, да, пускай? Два, а всё куда бы. Они, вот, где-нибудь. Так что будет нормальный. Рёбра эти, не пускай. Ещё котлет уже будет. Не пускают. Закрываем. А пар изо рта идёт. Всё равно. Включай, сейчас плюс четыре на улице. Сейчас включу музыку. Мы выключаем каждый раз, когда вам что-то снимаем. Потом не мучатся. Включай. Вот такие у нас ещё котлеты. Мироторговские. Видите, речь как смотрит. Речь не может. Думает, что прям сыры надо ему дать сейчас срочно. Причём срочно. Срочно подайте. Давайте. Да, Рич? Давайте, давайте, мы. Прекратите уже творить эту чудовищную вещь. Ничего греть не надо. Всё и так очень вкусно. Да, Рич? Я уже придумали за вас. Конечно. Скажи. Этого я ещё и не знал. Что надо ещё жарить что-то. Давайте мне. Я поймаю. Я буду охотиться на колбаски. А что, на эти скажи? Я буду охотиться на котлетки. Быстро мне дали котлетку. Придумали. Даже фарш не надо прималывать. Надо было вообще ногу оторвать у кого-нибудь и съесть. Они ещё фарш прималывают, скажи, Рич. Тупица. На мангале жарят. Что творят? Что творят? Никакого с ними покоя. Учу, учу их. А им всё равно. Никакого им дела нет до моего учения. Всё приходится проверять. Видите, как проверщик. Проверяет. Буддит. Не, ну реально так смотрит. Скажешь, он... Это комиссия. Сейчас оценку тебе даст, что наделал. Так-так, давайте, показывайте мне. Не загораживайте своей спиной. Мои котлеты, которые я ездить буду. Ярич, конечно, мы тебе дадим, ты что-то переживаешь-то. Только готовы. Нас твой вариант не устраивает сырого. Как это было, когда этот шарик хотел сделать? Человек не из шарика, а этого. Скажи. Профессор-то, преображенский. Хотел делать человека. Вот так же мы лечить себя будем делать. Человека. Эти замашки бросить свои. Собачьи. Собака разумная, человекообразная. Скажи, как звали-то в этом фильме? Шарик. Шарик, да? Да. На собачье сердце ты говоришь? Да, на собачье сердце. Шарик. Вот, мы будем тебя как-то воспитывать. Самая главная речь. Не читай газету до обеда. Ну да. Друзья, все, мы сидим за столом. Такой шикарный у нас стол. Это кетчуп чуть сделала. Майонез у нас тоже есть. Едим. Всем приятного аппетита. Так, речку тоже даем потихоньку. Друзья, у нас, видите, суббота. И у нас дождь поливает какой-то. Ну, вообще, не знаю. Это, может, не дождь. Это, может, крыша капает, нет? Нет, дождик сморотит. Хотя нет, он, видите, чуть-чуть что-то такое есть. Потому что он и на воротах. В общем, периодически что-то моросит. Мясна. Мяснущая. Они большие кристалинки. Видите, куртки как сервис. Даже не застегивает ее до конца-то. А мы едем. Мне надо получить в Озоне. Данька заказывал там себе для микрофона что-то. Какую-то штучку. Ну и плюс в магазин съездим. Ну так. Сегодня мы уж не будем на улице в такую погоду ничего делать. Хотя у нас там, видите, все закрыто. В снег можно делать и в дождь. Ну, мы уже вчера приготовили мясо, но даже еще осталось. Поэтому уже неохота. Так. У нас в Москве Озон работает до 10. Вот рядом с домом. А здесь работает до 8. Мы успеваем как раз. Эта ветка, которую Сережа воткнул, все еще стоит. Это и ветка берева я посадил в елочку. Снег посадил елочку, она все еще это. Я умею сожрать елочки в снег. В этом я преуспел. Это что за херма? Что? Скорая что-то стоит? Покажи, на, сними. Не вижу, мы. Наташа что-то, скорая стоит? Так и снимается же видео. Хорошо, а что-то я сделаю. Это ты сними нормально. Выключить все вот так вот, как надо. В любом случае, еще 300 декамер, подбери ее нормально. Как включение делать? Руками. Нет. Какой-то микроавтобус. Вроде не скорая. Из-за чего и так плохо видно, то есть съемку же будем делать. Вовлок же будет вставлять, а там все трясется. Ты уменьши, а потом веди. Как снимаешь-то? Короче говоря, я сейчас тоже как всегда. Что-нибудь увидит. Скорая, не скорая. Из чего-то вообще взял, что там скорая должна стоять. Потому что машина похожа на скорую. Белая такая же, кроме того, тоже. Дороги все поблыли у нас. 0,5 мне зачем-то сделал. Карта нужно запрещать. Скоро уже с 1 апреля обычно запрещают. Раньше, на каком году. Вот сейчас у нас март получается. Какое сегодня число? 23-е. Вот обычно с 1 апреля у нас запрещено до того момента, пока дороги не станут более-менее сухими, чтобы проезжать кому? Машинам можно. Вот как нам, легковым. А грузовым машинам всяким. Ну, газелькам, микроавтобусам. Ну, все такое. А дачники-то, кто тут живет, конечно, они на машинах своих приезжают. Это все нормально. Но нельзя ни песок заказать, ни машину вот эту, чтобы там кто откачивает канализацию. Это все будет запрещено. Я помню, мы тоже строились, и было запрещено. Фундамент делали, не помнишь? Машинку с песком гоняли маленькую такую. Которая как легковая. А стоила она дороже. Пару раз пришлось песком такую маленькую гонять. Да. Вот. А если бы можно было бы, то получается, что можно было бы заказать, и было бы дешевле. Ну, что делать? Нам нужно было именно делать тогда, когда нам нужно. Поэтому так. Доехали в Озон. Так что тут лужи. Тупец. Обходить надо. Еле по лужам добрались. Лужи ужас. Ноги-то, чтобы не промочить. Вот к микрофону, видите? Микрофон есть у Даньки, а вот он такую штуку, чтобы запись была четкой, да? Или что это делает штука? Нет, да. Всякие свисты дыхания, чтобы не были. Вот видите, лужа. И с той стороны вообще падаешь в эту лужу. Вот. Надо перебираться потом на ту сторону. Потому что он скользко. Вот так по лужам. Квест такой. Оп. Оп. А потом здесь хоть как-то можно еще пройти. Можешь. Видите, все. Тут еще и всякая грязь валяется. Собак всякая. В общем, жесть та еще. Так, друзья, в магазине мы уже. Видите, вот. Кот пропал. Вот. Пишут здесь на доску объявления. Видите? Пропал кот. Или кошка. А сейчас весна. Они многие гулять, наверное. Бегут. Хотят гулять. И забегают. Так что, редисочку? Не почистишь, что-то сегодня. Вообще. Не почистишь сам, что-то сегодня. Я же смогу. И ты, теперь, ты делаешь. А вот пусть не делаешь. Возьми это. Карбонат, что ли. Вот 99. Вот, кстати, это разные по цвету длины. Потому что это рулет, а это карбонат. Воду взяли. Вообще мы ищем их. Ихнем макароны с этим. С пастой. Паста нам нужна. Так, ладно. Макароны щебекинские возьмем. А пасту надо искать. Что-то не видно пока. Ничего похожего. Видите, вот. Так, с Галином. Последний ряд. Какой-то паста. Смотрим. Так, Даньки Родакол. Короче, нету тут пасты. Не в том смысле, что паста, макарон. А вот томатная паста для макарон. Вот, так что сейчас вот заедем за угол. Тут еще магнит должен быть. Магните посмотрим. Нет, магнита точно есть. А вот будет ли в магните паста, это я не знаю. Хоть какая-нибудь. Ладно, магниту дома. Идем. Магниту дома твоего. Идем в поисках томатной пасты. Ну, такой вот возьму для Пасхи. Ну, вот, Сережа нашел пасту. Такая еще с базиликом, но не угодно. Ну, так вот, есть Наполе... Наполето, набери. Да. Разно. А, что там есть, извини меня. Да, 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 Наполето. Все, так да. Не покупай, походу. Да, потому что они дорогие, конечно, местные чего будут. Покупайте. Возьмите, пожалуйста, кабалочку. Ну, вот видите. А базилика, кстати, стоит 249, весь поэтому. Но их больше обучили. Давай возьму ту и другую. Кубы. Давай крышку проверяй, чтобы. Ну, когда угодность. У вас 5-й год он, 24-й год. Но это мы и сделаем сейчас. 6-й, 11-й, 25-й, нормально. Маленькие ножи этих нету? Это же красиво будет. Украшение украшения. Каких маленьких ножей не вижу. Вот ножи еще. Но они не маленькие. Тут все без изменений. А что там, больше вроде ничего не надо. Сыр есть-то не нужен. Глеб есть, что даже есть. Это же маленький сок добрый. Это апельсиновое 76. Цены все выросли. О, смотри, что такое-то. Вот это то, что кошка у нас играет. Давай возьмем такой. Маша купила, они уже, она их куда-то закинула. Вот такие бы я не желала. Прикольно. Оказывается, с шарами играется. Не знаю, смотри, что это такое. Переверни, что это. А, это трава для кошек пораживать. Я думаю, что интересно. Ну вот и что здесь есть еще. Фильтры всякие. Так, бумажное полотенце точно есть, да, у нас? Друзья, при выходе уже из магнита вот этого, вот такую красоту нашла. Это все по отдельности веточки продавались. Ну как, они вот по три штуки, но это вот как бы все по три. Три, три желтых, три этих. Вот, и взяла такую красоту. Потому что потом раскупят, а это не на один год можно украшать на Пасху. Потом убрал, и все. Красота. Стоит не очень дорого. А там продавщица сказала, что были какие-то большие еще букеты красивые тоже. Ну, украшать на Пасху. Но их уже разобрали. Тоже не очень дорого стоили. И, в общем, уже все. Ну вот, а я отхватила такое. Пишите вам, как нравится. Вы украшаете что-то на Пасху там? Или просто яйца красите? Да и ладно. Все, едем домой. Все, купили успешно. Надо готовить. Уже времени-то 7 часов, друзья. Ужим надо готовить. Мы уже дома. Здесь я готовлю мясо. Индейки. И вот здесь буду делать макароны с пастой томатной наполи... Наполи... Неполитана варила. Видите, какая удобная штучка. Сережа, наверное, показывал уже. Вот так вот раз. Крышку можно поставить. Ложку положить. Большую крышку. В общем, все идеально стоит. Все классно. Очень удобная вещь. Так, ладно. Буду продолжать готовить пока что. А у Сережи здесь вот что происходит. В общем, вот эта камера, что с ней? Ну, она что-то вышлостроена, видишь. Непонятно. В общем, она не показывает ничего. Даже не умерла. Есть? Вот. Что-то происходит. Покажи, что ты так уж купил? Прям точно один в один. А другую немножко. Другая модель. И вот в вазоне сейчас Сережа тоже забирал вместе со мной. Ну, тоже фирма, вот эта Кутли. Кутли. Кутли, да. Немножко другая она. Что-то здесь сделаем. Вот в общем, меняем камеру, потому что это что-то с мозгами поехало. Да, она еще когда? В среду, что ли, она начала? Исчезла у меня с поля видимости. Все. Вот, друзья, видали, блин. Просто эта часть у меня отвалилась от отвертки. Это я закручивал. Что это за отвертки? Это саморез я закручивал. Капец, это новая отвертка, Макита. Уже Макиту так делать не так, да? Не, я просто не пойму. Ну, нет, она вроде как будто бы как бы оригинально. Не знаю вообще, сейчас сомневаюсь уже. Хотя, ну просто нормально, Макита. Макита, пружинки покатились. Ну, она была в блистере, все как нужно. То есть, я брал нигде там, в подвале. Это я брал у поставщиков проверенных. Капец. Может, ты не по назначению используешь? По назначению, блин. Те Макита, блин. Какой-то, либо подделку делал тоже под Макиту. Но он делал вот так. Знаете, китайцы довольно-таки качественные. Сразу так не определишь. Хотя, видите, какая тут деталька так все нормально сделала. Вот эти. Не знаю, что такое. Усилия большие не делал. Это уже вторая, да, у тебя? Вторая отвертка такая, да. Ну, это странно вообще. Вот причем, Сережа говорит, что одна отвертка стоила по 800 рублей. Каждая. А вот китайская. Китайская. Калибр. Из набора калибр. А вообще никаких проблем нет. Вот сколько лет кручу ей. Неубиваемая. Короче, друзья, по 800 рублей продают каждую отверточку. Они еще и ломаются. И это Сережа у поставщиков брал. То есть это без магазинных наценок. То есть это оптовая цена, правильно? Вот. А потом, представляете, в магазине такие отвертки будут там по тысячу с чем-то рублей. И, пожалуйста, тебе. Такое качество. Ладно, одна не повезло. Но не все же. Речь, сядь уже. Речка, ты идешь. Вот так что не знаю. Еще одна могла не повезти с одной. Но чтобы со всеми не повезло. Странно. Ну что, установил? Да. Все успешно? Да. Вот она не стоять будет, да? Она будет вот так вот висеть. Так. Слушайте, друзья. Представляете? Вот такое же может быть. Короче, я сижу. Это. Короче, я эту камеру подключил. Но использовал блок питания от этой камеры. От этой, от старой, которой. И слышу периодически. Что она там балакает, короче, по-китайски? Я думаю, что за бред вообще? Как она может балакать? Такое ощущение, как будто она тоже сломанная. То, что эта камера тоже так же балакала. Знаешь, когда вот настраивается, она такие звуки издает. Какие-то слова говорит. Там непонятные. Нашему слуху непонятные. Вот. Я думал, что за фигня, короче? Думаю, дай-ка я блок заменю. Короче, заменил блок. Этот блок, который от этой камеры, ну, от этой вот. Он, получается, бракованный. Вот. Поставил вот этот блок от этой камеры. От новой. Вот сейчас подключил к этому. Все работает идеально. Настроилось, показывает. Все как нормально, короче. Представляете, мне даже в голову не приходило, что блок питания может какие-то мозги напотить. Ну, по идее, это что он там? Либо работает, либо не работает. Либо работает, либо сгорел, и все, и как бы. А нет, видите, что-то он такое делал, может быть. Ну, не знаю, что, короче. Какой-то у них был конфликт. Может, выключался периодически. Может быть, еще какие-то там, не знаю. Травмы у него были, там, психологические, детские. Я не знаю, что-то у него. Ну, вот. О! Винтянь за работу, слышите? Ого! Охлаждается, товарищ. Входное 199,98. Сейчас по-тогрингу, где-то почти 5 киловатт. Температура 40 градусов. Температура 53 сейчас у него. А, видите? Охлаждается, товарищ. Вот аппарат. Классный вообще. Сейчас он выключится. Он долго не будет. Он себя охлаждает двумя вентиляторами. И выключается. Вот, ну, короче, вы поняли, да? Что, какая тема? Блок питания, получается, делал мне мозги. Блин. Короче, у меня теперь образовалась еще одна камера. Ну, классно. Сейчас я найду новый блок. Подключу камеру. И буду обалдеть. Поставлю ее где-нибудь там в комнате. Ха-ха! А теперь две камеры! Ура! Класс! И это работает. И это тоже требует работать. Сейчас я блок пойду найду. Еще у меня блоков нет. Блоки я найду. А, слышите? Все. Перестал жужжать. Вот оно все охладился. Пожалуйста. Так. Засокин охладился. 49 грамм. Вот, видите? Все. Он выключился. Сейчас работает. На русском, видите, 50% практически. Это работает обогрев дома. 22Т сейчас работает. Все. Тут у меня все как положено. Все на Wi-Fi. Все как надо. Все. Контактор работает. АББ. Все шоколадно.